Здарова, братва, мужская и женская. Я практически доделал для вас полноценный обзор, но тут столько новостей подвалило, что, как говорится, Извините, куда деваться. Сегодня я вам расскажу о том, как Коваленко резанул шведа и... Давайте докопаемся до сути. Посадили ли шведа на нож? Или он опять всё придумал? Посмеёмся с того, как бывший разоблачитель продолжает выгораживать пирамиду Гафарова, и я вам расскажу, что сейчас там с этой пирамидкой. Также поговорим про беспредел со стороны петушиного уголка. Там синергия начинает блогеров щемить, а мы такое не одобряем. Ну и затронем желтушный слушок про ориентацию давеча самого популярного блогера на русском ютубе, Ивангая. Ну ты, короче, понял, будет интересно. Поэтому чай налей, печеньку возьми и давай к первой новости. Сам не знаю почему, но уж мне очень интересно наблюдать за шведским сериалом. И он, благо, даже не планирует сбавлять оборотов. Там на днях Коваленко решил наказать бессмертного. Впрочем, наш Бэтмен и сам его приглашал. Хочешь, приезжай туда, проведём с тобой профилактическую беседу. Но хочешь, не приезжай, но тогда не обессудь, нахуй, когда тебя поймаем просто в реанимацию, и тебя уебу, и всё. Я тебе сейчас это заранее не угроза, это ничего. Я просто тебя, ебану, в реанимацию, нахуй. Я тебе отвечаю за свои слова. Но Игорёк не думал, что кто-то и правда поедет за хулион километров от МКАДа прессовать его, так ещё и в карантин. Но ставка не сыграла. Поехали. И опять наказали его. Кадры, если что, с предыдущей их встречи. Эту не снимали. И после господин пи***гол рассказывает нам вот такую вот историю. Приехали 15 человек с ножами и начинают меня убивать. Но я же Бэтмен, и я делался только царапиной на пузе и сломанным носом. А ещё всё это я провернул, болея пневмонией. В этот раз прибежало 10 человек с Коваленко, все те же лица. И ещё 10 человек с ними. Они меня въебали. И убегали, и уезжали из двора, черти. Я их не в машину камнями закидал. В черте этих ебаных. Вон ткнули ножом, вот смотрите, чё за дыра нахуй. Внутрь прямо. Вон вся спина нахуй. Просто избита. Все руки нахуй. У Коленко вообще другая версия. Он считает, что их было 4 человека, шведы никто не резал, и он случайно упал на бутылку. Ну просто перепутал часть тела, которой нужно было падать. Единственное, что да, нос ему сломал кореш Коваленко, которого швед обсирал до этого. Мы, конечно, не одобряем избиение людей, если вдруг кто-то позабыл. Но если оглянуться назад и вспомнить, сколько всего натворил, и сколько раз нас обманул швед, то ему не верится абсолютно. И даже не жалко, если честно, его. Кстати, забыл еще сказать, швед там еще умудрился мусорнуться. Но это не точно. Там камеры их отстрелили, и охрана. Сейчас приедут легавы, будут тачковать эти лица, эти номера. Не, я бы, конечно, тоже мусорнулся, если бы меня отпи***ли. Но я и не кричу, что я блатной пацан. А швед же Бэтмен, он сам себе закон. Ему не по понятиям бежать писать заявление. Ну ладно, слишком много внимания шведу, идем дальше. Знаете, я все думал, что же будет делать дальше пограничник. Может быть, уйдет с ютуба, или сменит формат канала, ну или дальше рискнет разоблачать людей. Но нет, Мишаня у нас мегамозг. У меня немножечко есть мозги. Он планомерно продолжает зарывать себя все глубже и глубже. Под его роликами уже невозможно найти положительных комментариев. Он утопает в дизлайках, и каждый новый ролик, извиняюсь за тавтологию, приносит тысячи отписок. Миша, как правильно сказал Хованский, сошел с ума. Пацан к успеху шел, хотел кайфануть, покататься на Мерседесе, а тиран на Мерседесе выехал прямиком в шуепли. Это... Меня это не ожидаешь, да? Ты думаешь, что ну куда я, я максимум в стол могу уехать, а ты поебался прямиком в безумие на... Просто человек сошел с ума. Он все никак не может принять реальность, что его слово уже ничего не значит, и как раньше уже не будет. Он же считает, что это всего лишь маленькое недопонимание. Моя репутация немножечко понизилась из-за недопонимания. Нет, Миша, нужно не вилять жопой, а говорить то, как есть. Не немножечко понизилась, а я медийно сдох. Не, я не самый честный. Я не самый честный. А я пи***бол, считающий вас дебилами. Вот это вот объективная реальность на данный момент, а не то, что в твоей голове там фиксики напридумывали. Он же сам себя все глубже и глубже своими роликами зарывает, говоря в самом начале, вообще вся моя деятельность на Ютуб, она ведется не ради денег. А ради чего тогда еще, если ты даже свою оправдашку-пожалейку искусственно растянул на 10 минут, чтобы рекламки напихать побольше? Причем ладно бы придумал что-нибудь, наговорил, но нет, он сделал на похер. Вы же схавайте куски старых скетчей и музычку на минуту в конце. Хоть молчал бы, что не ради денег тут. Потом он перед нами раскаивается, и оказывается, что Мишка никаких денег и не занимал. Единственное, в чем я напи***бел, это в том, что якобы взял у друга взаймы денег для того, чтобы вложить 500 тысяч. Зачем я это сделал, хер знает. Смотрите, мы все больше и больше от Мишки правды слышим. Такими темпами мы дойдем до того, что и никаких вообще 500 тысяч не было, и он никуда не вкладывался. А там и до правды про его гонорары от Гафарова недалеко. Так продаться, это надо быть вообще полным идиотом. Да, Мишань, надо быть и правду конченным идиотом. Мы в тебе никогда не сомневались. У меня немножечко есть мозги. Уже вложился? Я не знаю, напишите кто-нибудь в комментариях, кто-нибудь еще верит, что Мишку не купили за ковришку. Я инвестировал деньги, я заработаю оттуда. И рассказал вам, вы заработаете. Фонд Гафарова не платил мне за ролик, я сам его сделал. Ни копейки с людей не взяли. Потому что тут только два варианта. Либо же Мишка архитупой, что, впрочем, не дает ему абсолютно никакой индульгенции, либо же шекели все-таки получены, и в Рязани на одного миллионера больше стало. Потому что у меня больше нету никакого объяснения, почему Мишка до сих пор защищает Гафарова, на которого завели уголовное дело. Не осталось ни одного человека, который продолжает верить, что это не пирамида. А Миша п***й, это все фейки. Фондом сейчас очень много всего интересного происходит. Появляется много различных фейков. Я не буду о них подробно рассказывать, а то скажете, что я якобы кого-то защищаю, и мне заплатили деньги. Так, продаться? Это надо быть вообще полным идиотом. Да, Миша, именно других вариантов просто не остается. По всем признакам, это пирамида Галимы. Ее основатель – мошенник, который скрывается за границей и полши в долгах. И теперь еще и сотни кинутых. И уголовное дело имеется. Поэтому хорош уже с жопой вилять, что не заплатили. Сознайся уже и глядишь, аудитория позволит тебе далее развиваться, но уже в другой нише. Потому что пока ты пытался докопаться до сути, ты докопался только до дна. Я докопался. Синергия, для тех, кто не знал, это своеобразная кузня-популизатор инфо-цыганства в нашей стране. И с их сцены вещали практически все инфобизнесмены России. Ну, кроме Егора и Аксенова, их вот даже туда не взяли. За отметерку сделай что-нибудь. Сейчас пока нету 16, зарплата не капнула. Иди гуляй, Ванек, ебтись, дурачок. Ну, еще они очень цепко впились в госкормушку. И вот за оглашение этой безобидной информации синергия угрожает уголовными делами Михаилу Лидину, блогеру с канала Сталин Гулаг, ютубной и еще ряду более мелких блогеров. И я считаю, что это беспредел. И об этом нужно говорить, чтобы в будущем таких ситуаций было только меньше. А желательно, чтобы их вообще не было. Я посмотрел ролики перечисленных выше блогеров, и в них нет вообще ничего, за что можно было бы обратиться в суд. И действия этого в кавычках института никак иначе, кроме как беспредел, и не интерпретировать. Поэтому максимально распространите эту информацию и обходите эту канторку стороной. Ну, гей-гей. Как по мне, каминг-ауты и твоя сексуальная ориентация в 21 веке вообще никого не должна уже волновать. Не, ну вообще, Ваньку-то можно понять, кто бы не сголубился за столько лет в совместной жизни с Марьяной Ро. Я бы, наверное, вообще в женщинах разочаровался. Ну а на этом все, братва. Не забывай, что я все пытаюсь сменить название своего канала, и для этого мне нужна твоя помощь и твои идеи в комментариях. Ну и еще можешь лайк поставить, подписаться на канал, репостнуть этот ролик, ну, если только не впадло. И все, давай, до скорого. Братва, я тут подумал, что пограничнику можно, а мне нет, растягивать хронометраж до 10 минут. Поэтому давайте-ка посмотрим скетчи из моих роликов про пограничника. Арнольд Аббович, я Миша, пограничник. Я знаю, что вы пиздол на все руки. Помогите мне грамотно, ну, отпиздеться в моей, вот, ну, сложившейся ситуации. Тебе даже я не смогу помочь. А ты, а ты, а ты на самом деле Рындыч, и я тебя разоплачу. Тебе все равно уже никто не поверит. Да пуй уже. Эй, эй. Суть. Мне нужно докопаться до сути. Где же ты, суть? Вот она, суть. Я докопался. Не, Миша, с такой сутью мы грустить в Мерседесе не сможем. Нет, такая суть нам не нужна. С чем вы ко мне обратились, Михаил Пограничникович? Самый авторитетный и неподкупный профессор Всезнайский. Я очень люблю раскапывать суть. Но почему-то суть, которую я раскапываю, она не нравится людям. Михаил, я понимаю, о чем вы говорите. Возможно, если все считают, что вы продали свою задницу Гафарову, быть может, вы не ту суть раскопали. И вы ошибаетесь? Да не может такого быть. Я же эксперт и немножечко не дурак. Михаил, вообще-то мы прошли с вами тест на IQ. И ваш результат менее 50. Это означает, что вы умственно неполноценный. А ты вообще в говно наступил. И я тебя разоблачу. Но, Михаил, это не конструктивный диалог. Это не конструктивный диалог. Разоблачу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!